Теперь мы, собственно, с вами приступаем к обсуждению именительного и винительного падежа в греческом языке. На этом занятии, как и обычно, мы с вами пройдемся по соответствующему уроку из учебника Маунса, и в результате слушания лекции с одной стороны, чтение учебника с другой стороны, приведет к тому, что вы несколько раз проработаете материал, и я надеюсь, он лучше запомнится, лучше усвоится. Поэтому более-менее последовательно, в соответствии с тем, как это написано в учебнике, мы будем двигаться. Хотя, впрочем, пропустим пока прикосновения к экзогетике. В начале каждой главы у Маунса есть такой раздел с обсуждением каких-то интересных приложений обсуждаемой грамматики, но мы вернемся к нему чуть попозже, когда так лучше будем разбираться, больше будем узнать, собственно, о именительном и винительном падеже в греческом языке. А начнем с такой содержательной части урока. И первое в этой содержательной части, что обсуждается, обсуждается форма греческих существительных, то есть обсуждается сама идея, что падеж существительного выражается с помощью окончаний. Для нас это более-менее естественно звучит, но нужно понимать, что учебник писался для англоязычной аудитории прежде всего, и в английском языке падежная система особо не развита. В русском языке, по аналогии с русским языком, нам очень легко понять, что с помощью окончаний можно выразить падеж и число существительного. Мы можем взять существительная книга, и тогда именительный падеж книга, множественное число именительного падежа книги, родительный падеж нет книги, или множественное число книг, дательный падеж книге, множественное число книгам и так далее. То есть фактически основа слова остается неизменной, и меняется только окончание слова. Итак, для всех существительных в русском языке, ну непонятно, что есть исключения, человек-люди, обычно не говорим, человеки, это немного устаревшее, хотя в синодальном переводе вы это найдете. Но вот за исключением нескольких таких слов, которые могут серьезно меняться при изменении числа, на самом деле стабильная, неизменная основа и меняющиеся окончания. Так в русском языке, и точно так же в греческом языке. У слова есть основа, и у слова есть падежное окончание, но он собсуждает это на примере слова апостолос, который в именительном падеже апостолос, с сигма окончания, в именительном падеже апостолон, ню окончание, во множественном числе именительного падежа апостолой, и это появляется в окончании, и так далее. Так что, зная основу слова, зная соответствующие падежные окончания, очень легко определить, в какой форме слово стоит. Наборы падежных окончаний связаны, ну или отчасти связаны с родом слова. Почему так происходит? В греческом языке, как, кстати, в русском языке, несколько разных наборов падежных окончаний. Ну, мы можем взять слово «мама» и «мать». Вот два слова близких по значению, два слова, принадлежащих женскому роду, одушевленное, существительное. В общем, если говорить об особенности слова, что мама, что мать, по своему смыслу, ничем друг от друга не отличаются, но обратите внимание на падежные окончания. Мама, мамы, маме, маму, мамой, маме. Один набор окончаний и второй набор окончаний. Мать, матери, матери, мать, матерью, матери и так далее. Как видите, совсем другие окончания. И мы можем говорить о разных склонениях, существительных в русском языке, то есть фактически о нескольких разных наборах окончаний. К счастью, что в русском языке, что в греческом языке количество таких наборов ограничено. Ну, если бы было очень много наборов, было бы трудно осваивать язык. Для каждого слова свой набор. Мы бы вообще не разбирались в его формах. Но есть просто несколько ограниченных наборов. И в соответствии с тем, какой набор, вот такие изменения окончаний и происходят. Так вот, в греческом языке три набора окончаний. Первый набор предназначен для слов, основа которых заканчивается на альфу или эту. И обычно это слова женского рода. Второй набор предназначен для слов, основа которых заканчивается на омикрон. И обычно это слово мужского или среднего рода. И третий набор предназначен для слов, основа которой заканчивается на согласный звук. Там может быть разный род. И эти слова мы обсудим отдельно, они не обсуждаются в данном уроке, у них есть какие-то свои особенности, поэтому молчу чуть позже о них говорить. Но тем не менее, женский род, альфа, это и первое склонение, а мужской средний род, омикрон в конце основы, и второе склонение, это все вот дает два набора окончания. Но с каждого существительного в греческом языке есть род, ну так же как и в русском языке, часть существительных следует так называемому естественному роду, мужчина будет мужского рода, женщина будет женского рода, а просто в соответствии со своим полом. Но для большей части слов род просто следственник исторической случайности, так при развитии языка получилось, что слово оказалось какого-то рода. Причем род слов в греческом и в русском языке, ну если слова не следующее естественному роду, далеко не всегда совпадает. Поэтому у нас грех мужского рода, в женском хамаркия, грех женского рода. У нас смерть женского рода, у них танатос, смерть мужского рода. И поэтому зная род слова в русском языке, вы не поймете род слова в греческом языке или наоборот. В принципе нужно отдельно усваивать, отдельно заучивать род. Род связан с набором окончаний, со склонениями. Ну формально связана последняя буква основы, но часто последняя буква основы связана и с родом. Так что это связано с набором окончаний. Но есть еще одна такая более серьезная причина обращать внимание на род слова, как-то так сознательно думать о роде слова. Причина вот с чем связана. В тексте, когда идет обсуждение, очень часто на какое-то слово ссылаются с помощью мистоимений. Я увидел человека и он... и так далее. Смотрите. Человека он... Он ссылается на человека, и мистоимение, ссылающееся на слово, будет в том же роде, в котором и словно, которое оно ссылается. Я увидел женщину и она. И для того, чтобы мы понимали, на что именно ссылается мистоимение, нам нужно обращать внимание на род слов, на которых потенциально мистоимение может ссылаться. Я хочу привести один пример, где я в свое время, слыша русский текст, ошибался. Не потому, что переведено было неправильно. Если бы я внимательно читался на дальний перевод, я избежал бы ошибки. Но, видимо, я то ли невнимательно читал первый раз, а потом, просто запомнив наизусть этот стих, уже не обращал внимания. И часто не понимал, куда на самом деле ссылается мистоимение. Пример из Матфея, 6 главы, 33 стих. Иван Девят Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите же прежде царство Бога и праведность Его. И это все будет приложено вам. Ну, очень знакомый текст. И я думаю, что многие из вас знают этот текст наизусть. Небольшая деталь в этом тексте. Нужно искать, ну, как в синодальном переводе, правды Его. Если вы посмотрите в напечатание текста, вы увидите, что его написано с большой буквы. И сразу же можете понять, правды Божьей надо искать. Но когда воспринимаете на слово, большой и маленький, его уж не видно. И я воспринимаю на слово, например, Его, связывал слово со словом царство. Ищите царство Божие и правды Его, то есть правды царства. Ну, может быть, вы так не ошиблись. Я так в свое время ошибся. И еще не знаю точно, что слово «правда» в синодальном переводе фактически обозначает не что-то, связанное с истинностью или честностью, а связанное с праведностью, греческая дикая суна – это праведность, а не честность. Так вот, не понимая этого, я пришел к каким-то очень хитрым ему заключением по поводу того, чего там нужно искать. Ну, сейчас это не важно, важно вот что. Местоимение ауту. Я понимаю, это родительный падеж немного за рамками урока, но, тем не менее, стоит на это обратить внимание. Так вот, местоимение ауту – это местоимение мужского рода. Слово «басилеян», «басилея» – царство, – женского рода. Поэтому ауту на царство ссылаться никак не может. Ауту может ссылаться только на что-то мужского рода. Единственное что-то мужского рода, которое мы можем найти в предыдущем контексте – это Бог, ну, или еще чуть раньше слово «отец». Так что нужно искать царство Божие, и нужно искать праведность Божию, а не что-то иное. Вопрос рода – не второстепенный вопрос. Вопрос рода, когда речь заходит о согласовании текста, становится важным. Вопрос рода важен, когда мы понимаем местоимение, к какому слову относятся, когда мы разбираемся, там, в прилагательные какие слова определяют и так далее. Поэтому в отношении рода нужно быть внимательным. Ну, есть некая подсказка, да. Обычно слова на «ос», ну, основа на «о» и окончание ментинного падежа «с» мужского рода. Слова на «он» – основа на «о» и окончание для среднего рода. Там есть отличие от окончания мужского рода. Основа на «он» – основа на «о» и окончание «мен» среднего рода. Слова с «альфой» – это и в окончании женского рода. Есть несколько слов исключений. Есть несколько слов, у которых основа заканчивается, например, на «это», а тем не менее слово мужского рода. Например, «профэтос». Смотрите, у него и окончание «эс», как у слов мужского рода, но тем не менее основа на «э». Или есть слово «родус», «дорога», которое по всем внешним признакам выглядит как слово мужского рода, но на самом деле слово женского рода. Ну, несколько исключений совсем немного в греческом языке, там по пальцам чуть ли не одну, но и руки все их можно пересчитать, а в основном все очень-очень последовательно. Вообще в греческом языке мало исключений. В новозаветном греческом языке мало исключений из правил, и это связано с тем, что это был язык, выучимый в качестве второго языка. И поэтому люди старались, даже там, где, может быть, настоящие греки какое-то бы исключение из правил сделали, старались по общему образцу все произносить. Кстати, понаблюдайте за тем, как говорят дети, да, например, какие-то есть забавные детские слова «яблоков». Почему «яблоко» не «яблоков»? Ну, «яблоков» есть такая модель в русском языке, и дети ее воспроизводят, потом, в случае слова «яблоки» надо говорить не «яблоков», а «яблоков». Ну, вот, потихоньку мы эти исключения все учим, но когда язык только учится, или когда иностранец изучает язык, он старается следовать каким-то усвоенным моделям. Вот нам повезло. В греческом языке хорошее деление на блоки, на модели в словах. Ну, хорошо, мы возвращаемся. Итак, у слова есть основа, есть род, и род у существительных, конечно же, фиксированный. Есть какое-то окончание, ну, понятно, что дальше Моланс обсуждает. Есть число, которое тоже выражается окончаниями. Ну, и о склонениях мы с вами уже немного поговорили. Первое склонение, существительное на альфу, эту, с нулевым окончанием в именительном падеже, поэтому графе, хоро, докса – это слова женского рода первого склонения. Слова логос, апостолос и так далее. Второе склонение, основа нового микро, на окончании с в именительном падеже. Слова третьего склонения попозже. Есть несколько слов в греческом языке несклоняемых. Обычно это заимствованные слова. Ну, кстати, так и заимствованные часто имена. Так, кстати, в русском языке слово кино. Слово кино не заклоняется. Я люблю кино, показывают кино, я пошел в кино, предназначили для кино и так далее. Поэтому сказать кино не будет, кинщик заболел, не совсем верно. Ну, так же кофе или еще что-то. Вот и в греческом языке, ну, в заветном греческом языке, есть несколько несклоняемых слов. Например, слово «давид» – имя. Независимо от того, в каком падеже оно стоит, просто «давид» и все. А о падеже мы догадываемся по контексту. То есть о роли слова в тексте мы догадываемся по контексту, но каких-то вот больших толковательных споров с этим нет. Контекст всегда достаточно однозначен. Хорошо. Итак, что нам нужно понимать? У слова есть такие грамматические характеристики. Рот. Слово меняется по падежам и по числам. У слова есть основа. Последняя буква основа определяет склонение. Типичнейшие варианты. Альфа – это первое склонение, женский род. А омикрон – второе склонение, мужской или средний род. Так как в реческом языке падеж слова определяется его формой, ну, то есть там или тем, какое у него окончание, то независимо от места в предложении, слово будет играть одну и ту же роль. То есть где бы слово ни стояло, если в именительном падеже, то это подлежащее, если в венительном падеже, то это дополнение, как и в русском языке. Я иду в школу. Русское предложение. Нормальное предложение я могу менять в нем порядок слов. В школу иду я, иду я в школу, я в школу иду, и так далее. В общем, эти три слова я могу тасовать как угодно. Смысл предложения не поменяется, роли слов предложений не поменяются. Точно то же самое в греческом языке. Можно тасовать предложения как угодно, роли слов от этого не поменяются. Более того, в греческом тексте порядок слов еще более произвольный, чем в русском. Иногда вы встретите вот такой набор слов в греческом предложении, что если вы пословно переведете на русский язык, то как-то это даже не очень хорошо будет для русского уха звучать, и для того, чтобы получился нормальный русский текст, некоторые слова придется переставить. Ну, как общий совет, да, если при пословном переводе, при последовательном переводе получается нормальный звучащий текст, так и оставляйте его как есть. Потому что автор не случайно ставит слова именно в таком порядке. Автор, ставя слова в определенном порядке, делает акцент на какие-то слова. Даже в той простой фразе «я иду в школу», можно сказать, когда я говорю «в школу иду я», я делаю больше акцент на школу. «Иду я в школу», я делаю больше акцент на еду. Поэтому порядок слов, он важен. Порядок слов, он показывает желание автора что-то выделить. И обычно это происходит как? Есть какой-то нормальный порядок слов, подлежащий в сказуемое дополнение, или такой нейтральный порядок. Ну, тут необязательно что-то выделяется. И как только начинаются отклонения от нейтрального порядка, особенно если слово неожиданным образом переносится в начало предложения, или слово неожиданным образом переносится в конец предложения, вот это помещение слова в нетипичную для него позицию, это способ привлечь внимание к данному слову. Поэтому, если уж автор как-то так привлек внимание к конкретным словам, вы стараетесь следовать авторскому порядку слов, ну, до тех пор, пока предложение не становится неприемлемым с точки зрения русского языка, тогда при переводе все-таки подприемлемое предложение нужно скорректировать. Ну, и чтобы вы почувствовали вот эту свободу греческого языка, в файлографе 6.10 Маунс приводит вам четыре варианта фразы «Бог любит мир». Теос, Агапа, Тон, Косман. Слово «Тон» — это артикль, а Теос — «Бог», Агапа, Любит, Косман, Мир. Теос с окончанием «эс» в именительном падеже подлежащее, Косман с окончанием «ню» в «винительном падеже». «Ню» — это окончание вименительного падежа для второго склонения. Бог любит мир, любит мир Бог, мир Бог любит, любит Бог мир. Все предложения, ну, по-русски мы также можем перевести, все предложения вполне осмысленны и нормальны. В словаре используется флот именительного падежа единственного числа, а потом, вот, в зависимости от нужд, слово может изменяться. Ну, и, собственно, в параграфе 6.12 вы, наконец-то, можете увидеть, как выглядят окончания первого и второго склонения в греческом языке. В параграфе 6.12, пожалуйста, посмотрите, окончание мужского рода именительного винильного падежа «с», «н» и «ус», а женского рода в именительном падеже нулевое окончание, а потом «н» и «эс». И среднего рода второго тоже склонения, то есть слова с основой на омикрон «две ню» или «две альфы», причем альфы, так, еще потом съедающие последнюю гласную основу, мы сейчас этот эффект увидим. А если вы прочитаете сносочку на 50-й странице номер 6, вы узнаете, что реальное окончание в винильном падеже множественного числа было не «ус», а «нс». Это мне, увы, было. Омикрон-компенсатор на «ву» удлинилось, то есть там был какой-то исторический, фонетический процесс, но просто для какого-то там знакомства достаточно вот такой формы «ус» запомнить. Однако, вот то, что вы видите, это теоретическое окончание, да, то есть реально мы думаем, реально нам проще думать не просто о окончании слова, а реально проще думать о окончании вместе с последней гласной основой. Почему? Ну, потому что последнее гласное слово характеризует склонение, потому что последняя гласная основа определяет окончание, поэтому в любом случае легче иметь дело с парами. И чуть дальше, на верху 51-й страницы, вы видите табличку «Ос, он, ой, ус» для мужского рода, «Он, он, а, а» для среднего рода, и для женского рода «эд» или «альфа», «э, а», «эн, а», и во множественном числе это в любом случае пропадает, будет «ай» и «ас». Обратите внимание на все вот эти вот окончания, конечно же, их нужно запомнить. Их очень-очень хорошо нужно знать. Вы не будете понимать, с чем вы имеете дело с подлежащим или с дополнением, с тем, кто осуществляет действие, с тем, кто подвергается действию, если вы не узнали форму. Не надо, как иногда случается такое, ну, из начинающих изучать греческий язык, переводить предложение следующим образом. Сначала понял, из каких оно слов состоит, а потом из этих слов сочинил свою собственную историю. Я ни раз, ни два видел такие переводы. Иногда сочиненные истории оказываются очень забавными, правда, к сожалению, очень далекими от того, что задумывалось авторами. Но мы не сочиняем историю слов. Мы слова вместе с формой рассматриваем. У нас глокая куздра, пудронулового шедкого края и так далее. У нас формы тоже играют роль, их нужно смотреть. Поэтому заучите, чтобы узнавать. Вы видели, сразу узнали форму. Это обязательно. Учебник Маунса построен так, что заучивать много не нужно. Тут очень-очень скромные требования в отношении заучивания. Но все, про что говорится, это надо заучить, это действительно нужно заучить без этого никуда. Еще один момент, на который вы наверняка обратили внимание, который, может быть, уже вызвал вопроса, это окончание среднего рода. В именительном и венительном падеже окончания среднего рода совпадают. И это мы видим в единственном во множественном числе. Как различить? Как отличить именительный падеж от венительного в среднем роде? Но на самом деле проблема не так велика. Почему? Потому что в русском языке слова среднего рода, например, слово окно, именительный падеж – окно, венительный падеж – окно, в доме есть окно, это подлежащее окно, я разбил окно, это дополнение. Как мы отличили, где подлежащее, где дополнение? По контексту. По контексту мы способны отличать одно от другого. И поэтому не беспокойтесь так, анализируйте контекст, смотрите на смысл текста и разберетесь, в каком подлежестве слово в среднем роде. А если у вас при этом еще возник вопрос, ну хорошо, если все и так по контексту я разбираюсь, где там у меня что, почему вообще все по контексту не анализируйте, зачем разница в мужском роде, зачем разница в женском роде. Но просто дело в том, что если у автора есть возможность выразить с помощью подлежного окончания, какую роль в слове играть в предложении он и выразит с помощью подлежного окончания, а если подлежное окончание оказывается двусмысленным, как в случае среднего рода, ну автор найдет какие-то другие языковые средства для того, чтобы сделать свой текст достаточно однозначным и помочь вам его понять. Когда мы говорим на русском языке, при всей неоднозначности русского языка мы даже неосознанно подбираем всевозможные языковые средства, используя порядок слов, дополнительные слова и еще что-то, чтобы ясно донести свою мысль для собеседника. То же самое делает грек. Там, где средствами подлежных окончаний можно донести мысль, он доносит этими средствами. Там, где этих средств недостаточно, он какие-то другие языковые средства подключает. В любом случае мысль можно выразить и там, где она выражается окончаниями, окончаниями выражаются. Так что не сочиняйте, учите подлежные окончания и, исходя из подлежных окончаний, переводите тексты. Ну, по крайней мере, вот в мужском и женском роде разница в окончаниях есть. так что окончания обязательно заучите и убедитесь, что вы их очень хорошо знаете. Слова вместе с окончаниями вы можете посмотреть в разделе 6.14. Здесь слово логос, слово, 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 да, второе условие мужского рода. Слово графе писание, первое условие женского рода, слово хора, час, первое условие женского рода, и слово эргон, дело, второе условие среднего рода. Поэтому логос, логон, логуй, логус. Графе, графен, графаи, графас. Хора, Альфа во множественном числе среднего рода съедает последнюю гласную основу, процесс называют в георгическом языке слиянием, ну то есть вот две буквы следить и одна Альфа осталась, вот Альфа слилась, съела последнюю гласную основу и у нас просто не эргоа, а эрго. Ну может быть просто по той причине, что эргоа произносить было сложновато, эргоа, эргоа это очень естественно переходит. Так что вы посмотрите на эти слова и убедитесь, что вы понимаете, что здесь происходит, вы помните о качании, ос, он, ой, ус и так далее, вы можете узнать форму слова. Чтобы как-то систематизировать знания, Маунс сформулировал сведения о формах существительных в виде нескольких правил, и в параграфе 6.18 эти правила записаны, но первые три точнее правила для существительных. А первое правило говорит о том, какое слово к какому склонению принадлежит, а второе правило о том, что в среднем роде формы именительного и именительного падежа совпадают, и третье правило то, что Альфа будет почти во всех словах среднего рода, в множественном числе в именительном и именительном падеже. Ну и потом несколько таких же вот общих правил, которые помогают легко все запомнить, вы встретите, поэтому с помощью или правил, или другими способами, ваша задача, главная ваша задача, научиться точно узнавать форму. Увидели какой-нибудь логовый, и сразу говорите, это существительное именительного падежа множественного числа мужского рода, слово логос. Логос обозначает слово, логос обозначает слова.